Острое инфекционное заболевание, которое снова атакует мирное население. Болезнь долгие годы находилась в спящей фазе, но в 2023 году заболевание перешло в активную атаку. В России снова выявили случай заражения сибирской язвой. Первый случай был зафиксирован в республике Чувашия. Тогда жители региона заболели после забоя зараженного сибирской язвой бычка. Очаги заболевания удалось быстро локализовать. Следующую вспышку инфекции зафиксировали в июне. 24-летний мужчина из республики Тыва был госпитализирован. Он был в гостях на Чабанской стоянке, где еще с тремя людьми сварил и съел лошадь. Ее забили после внезапных судорог и отеков. К 5 июля инфекция подтвердилась у четверых человек. Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных всех видов, которым могут тяжело болеть люди. Сибирская язва может протекать в кожной или генерализованной форме, то есть охватывать все органы человека. При генерализованной форме возможна летальность до 100% при отсутствии лечения. Сибирская язва – это очень опасное инфекционное заболевание, но оно все-таки редко встречается. Вызывается эта сибирская язва палочкой сибирьязвенной, бациллой антрацис. В основном заражение, источником заражения, резервуаром инфекции является почва. В почве в больных животных находится эта палочка. Большой опасностью являются скотомогильники. Сибирская язва не передается от человека к человеку. Люди могут заразиться сибирской язвой от животных и продуктов животного происхождения при забое домашнего скота или во время охоты, разделке туши, приготовлении пищи, поедании зараженного мяса с недостаточной термической обработкой. У человека в 95% случаев сибирская язва протекает в кожной форме. Болезнь начинается с лихорадки. На коже в месте проникновения микроба образуются язвы. Реже болезнь может протекать в генерализованной легочной или кишечной форме. В первом случае симптомами будут боли в груди, отдышка, пневмония. Во втором – понос, рвота и метеоризм. Болезнь протекает быстро и остро. По информации Роспотребнадзора, при генерализованной форме больные при отсутствии лечения погибают через 2-3 дня при явлениях инфекционно-токсического шока. Болезнь серьезная, летальность тоже достаточно высокая, но при кожной, который 98%, там 1-2% небольшое. А вот легочная и желудочно-кишечная формы, которые всего составляют 2%, там, конечно, серьезная летальность. Но если своевременно человек попадает в стационар и ему начинают лечение, иммуноглобулинов ведут, детоксикационную терапию, то результат хороший. Время от момента заражения до первых клинических проявлений составляет чаще от 1 до 3 дней. Может затягиваться до 7-14 дней или сокращаться до нескольких часов. Клиническая картина заболевания зависит от того, каким образом произошло инфицирование. При заражении сибирской язвы необходима госпитализация в стационар, независимо от формы заболевания. Такой человек лечится только в стационаре. Вообще сибирская язва лечится исключительно в стационаре, дается специальный иммуноглобулин сибиреязвенный, успешно применяются антибиотики. Но в профилактике, конечно, ведущее значение ведется вакцинация. Вакцинация и животных, и группы риска, так называемые. Это люди, которые занимаются скотоводчеством, охотой, которые связаны с таким видом деятельности. Поскольку источником заражения для человека всегда становится животное, нужно следить за состоянием домашнего скота и при первых симптомах обращаться к ветеринару. А при уходе за животным и работе со шкурами надевать маски. Специалисты не рекомендуют покупать мясо и иные продукты животноводства в непроверенных местах. Каждый продавец должен иметь сертификат от ветеринара, подтверждающий, что животное не имело признаков сибирской язвы. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универниус.